всем привет с вами галактики и это евротрак симулятор на днях вышло новое дополнение going east как мы здесь видим в обновлениях и вышел патчик 1.5 вместе с dlc так я удаляю собственно этот тестовый профиль и мы создаем новый имя персонажа у нас галактики вроде правильно написал колоху трейд трейд окей выбираем машину давайте вольгу поставим себе и портрет возьмем какой-нибудь вот типа этого вроде бы все как видите у меня здесь стоят моды моды но их сейчас ставить бессмысленно потому что они на версию 1.4 евротрак симулятора она конечно вот этот вот мод это самый шикарный мод который я нашел на евротрак он добавляет огромное количество городов больше 50 так точно по сравнению с этим dlc который за 8 баксов дороже чем я игру купил этот мод реально очень очень крутейший но там баги все-таки там вот любительский там много проблем читал на форумах люди пишутся жалуются но в принципе как бы они у некоторых баги из-за того что они другие моды ставят и несовместимость любительские моды это не всегда есть хорошо поэтому мы будем без модов играть но конечно этот этому моду и создателям этого мода надо реально отдать должное потому что они огромную работу проделали они добавили огромный огромный кусок европы добавили кусок африки в общем очень очень много городов хорошо все стартуем стартуем играть я буду с помощью клавиатуры с упрощенной автоматической коробкой передач попросите никого потому что у меня нет прав у меня нет машины я никогда особо не любил всякие автосимулятор я никогда не играл с нормальной коробкой передач все завершаем настройку у нас простые простые настроечки будут сейчас мне предложат пройти тренировку не суть в общем в этом dlc going is добавилась часть польши добавилась словакия два города в словакии это по моему был добавилась венгрия добавилась по моему может быть австрия ну в общем вот это вот эта вот часть добавилась 13 городов отсюда это новые города ну и давайте мы начнем наверное как раз в варшаве варшаве почему бы нет поставил там наш гараж польша все-таки наши соседи почему бы нет давайте нет обучение я не хочу проходить не интересное посмотрим наконец-то у вас появилась возможность почувствовать себя в шпуре водителя дальнобойщика ваша транспортная компания начинает свою деятельность к сожалению у вас не хватает средств на покупку грузовика поэтому вам придется временно поработать наемным водителем транспортная компания я буду работать наемным водителем и ваша задача довести груз музыка по-моему начала очень сильно уже орать так гораздо лучше я вроде звук делал тише давайте мы еще раз залезем на стройке вроде на на тестовой записи вроде бы всем ага настроил называется все что я настраивал все в общем ничего не применилось или может для каждого профиля настройки все уникальны что вполне возможно звуковые эффекты я сделаю все-таки слишком громко тоже не надо музыку на фоне мы оставим и главное выключить звук предохранительных полос он очень сильно раздражает давайте зайдем сразу в геймплей раз настройки все сбросились мы выключим ограничение скорости раньше приходилось ставить на евротрак на стандартный до мод чтобы выключать ограничение скорости теперь ограничение скорости можно выключить в настройках вероятность осадков пусть будет такая не устраивает инвертирование мыши мне не надо автоматическое торможение двигателем использование ретардера я не знаю что это такое как она повлияет на мою игру возврат руля может быть возврат руля и нет пусть будет пусть будет 24 сантим тип трансмиссии автоматически можно кстати поменять во время игры этого я не стал между прочим все на джойстике к сожалению на джойстике от иксбокса играть нельзя тут только-только джойстики такие рули и все 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 прочие и и на и вроде джойстик ставил ручной коробки передач вроде джойстик подключал и она его не определил не суть хорошо графика у нас стоит на ультра все включено да хорошо как я буду развиваться мы посмотрим потом когда мы получим первый уровень пока что пока что поехали у нас есть текущее задание обожаю обожаю то что можно покрутить головой в машинке посмотреть на на все приборы везде посмотреть все 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 потрогать буквально и поехали заводимся и поехали смотрим по сторонам я просто лучший в мире водитель все это знают у меня кстати на старом канале было видео по евротрак симулятору и она набрала больше всего просмотров по сравнению с другими видео на том канале на старом самое популярное видео у меня получилось я даже не знаю как так произошло но факт остается фактом евротрак на том канале просто вызвал бум и одно видео я только по нему записал и больше не записывал ничего так не тормозим поехали поехали кстати у меня есть gps встроенный в машинку кстати наверное что-то где-то там прицепчик мой не важно уже не важно уже не застрял мой прицепчик я нормально еду профессионально что-то правда машинку это заносит немного что ограничение скорости я на на знаке не смотрел главное на светофор тут не кто не знает на самом деле это очень очень интересный симулятор кто не играл в евротрак симулятор кто играл когда-то может быть в дальнобойщиках то вы многое-многое потеряли если вы не играли в евротрак симулятор так поехали я не я не знаю никаких светофоров вроде не было лично так скорость ограничения 70 70 это нормально я когда-то сам дальнобойщиков играл мне очень очень нравилась эта игра ограничение уже 90 можно разгоняться ну и вот евротрак симулятор это первая игра которая хоть как-то похоже на дальнобойщиков больше всего так 70 75 там камера камера 7 хорошо я успел вам была камера которая скорость детектит и я успел сбросить свои пять лишних камер через границу по и переезжать придется куда я вообще еду и откуда я чуть не понял так хорошо тормозим сейчас посмотрим а теперь звука игры почти не слышно а нет слышно но на улице так нажимаем кнопочку enter и нам открывают шлагбаум проезжаем так вроде слышно хорошо даже даже громко в машине но зато в машине тихо сидим нормально должно быть наверное или сделать чуть громче вы напишите ребята сделать может чуть громче или или не надо или лучше меня будете слушать я буду рассказывать не знаю о чем о том как я играл дальнобойщиков или что-нибудь еще давайте попробуем обогнать эту машинку еще вот я не знаю может взять кредит сразу я правда не любитель кредитов на самом деле в реале и беру а в играх почему-то не люблю брать потому что знаю что это очень-очень скверно вот так у нас уже 107 километров в час да можно просто взять было бы кредит например купить сразу себе машину просто с папку с покупкой нашего собственно транспорта игра приобретает совершенно другой вид нам придется спать нам придется заправлять ее постоянно просто так все эти всем и всеми этими делами занимаются наши работодатели нам дают машину уже заправленную во всяком случае поначалу так точно хорошо заправленную мы без проблем катаемся выполняем задание получаем деньги а вот если у нас уже машинка будет своя собственная то там уже будет все все по-другому но с другой стороны я просто не знаю пока какую машину покупать есть здесь машина которая очень сильно заносит мне как-то вот дали на каком-то задании взял что-то куда-то довести и и машину просто безумно начала заносить в конечном итоге я на ней перевернулся так это наверное не полоса здесь ездить наверное нельзя так 40 ущерб 57 двигатель неисправлен пойти посетите станции техобслуживания как можно скорее боже мой где мне найти станцию техобслуживания то теперь блин еще одна граница что что за что вообще едем и откуда почему такой долгий у нас первый заказ 57 процентов машина раздолбил чуток не справился с управлением я смогу успеть интересно сейчас проехать нет не смогу не успею жалко так тормози тормози давай еще чуть-чуть подъезжаем подъезжаем почему тут никто не сидит я тут авто со самообслуживания да хорошо так включен стояночный тормоз нет выключим стояночный тормоз но он не нужен сейчас поехали хоть и двигатель у нас неисправлен но мы дотащим наконец-то я думаю этот груз сколько нам еще и там еще и повороты он смотрите давайте посмотрим на карту куда мы вообще едем дальше ехать и ехать маке постараемся аккуратненько теперь ехать скорость принципе чем 60 разгоняем 70 точно наберем сколько там ограничения я не вижу 110 поехали постараемся довести груз главное что мы за машину мы тоже будем платить сейчас все на всю нашу зарплату все что мы заработали придется отдать на починку машины я уверен в этом так а здесь мы тормозим и поворачиваем на таких развилочках не всегда 59 ущерба что это хитенькая машинка у меня такая попалась надо было выбирать что-то другое но тут на каждом задании если мы да не покупаем свою машину мы на на каждом задании нам выдают машину разные совершенно разные с разными апгрейдами с разными обвесами допустим и иногда машины бывают очень комфортно очень приятно на них ездить иногда бывают просто отвратительные ну и мне кажется что это вот отличный такой способ пока просто повозить какое-то время грузы на и наемным работникам да наемным водителем чтобы и поднабраться опыта потому что я уже давненько не катался здесь я играл еще на пиратке последний раз ты купил я уже в стиме на распродаже игру так двигатель не исправим забей а нет я затормозил так сейчас сейчас мне еще за дтп заплатить придется да пришлось заплатить за дтп я че-то куда-то в правом зеркале заднего видно было видно что машинка рядышком совсем стоит и я ее чуть-чуть черканул и у меня сняли сразу 400 400 евро очень грустно так аккуратно на поворотах чтобы уже въезжать везде зато зато вон наши совдеповские домики стандартные все как один в ряд стоят так стоп 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 светофор 50 скорость едем на пятидесяти все аккуратненько аккуратненько немного даже притормозим потому что с горочки мы сейчас наберем большую скорость а сейчас где-то лодз добро пожаловать в лодз я с трудом конечно читаю все эти названия но не конечно реалистично написаны на названиях но на на языке страны как готовит который готовит я не знаю лучше бы еще снизу на английском было написано было бы гораздо приятнее конечно ну тут у нас например уже сейчас везде написано снизу на английском по моему на всех указателях может я ошибаюсь вот эта машинка за которой за ремонт которой я уже платил так сейчас попробуем на повороте до включить еще поворотники там поворотники надо поворачиваем в эту сторону так машинку пропускаем одну все остальные нас пропускают хорошо поворачиваем с включенными поворотниками двигатель неисправен просто тормозит иногда двигатель теперь из-за того что неисправен нормально все поворотник можно выключить неудобно включать включать их и выключать потому что мне нравится вертеть головы в машине вообще смотреть по сторонам когда я еду очень нравится поворотники находятся ну нужно одной рукой управлять стоп 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 так нам помню туда нет нет не туда дальше 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 неудобно одной рукой управлять одной рукой вертеть головой а поворотники в не очень удобном месте расположены хотя можно перри перенастроить их на другие клавиши например на кью и е может быть так было бы правильно надо будет подумать об этом что у нас посмотреть на кью что у нас на я так окей поехали поворотничек давайте нет 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 тихо не врезайся подожди не врезайся двигатель заглох так и поворачивай поворачивай в другую сторону теперь так хорошо почти все хорошо так я надеюсь эту машинку я не затяну сейчас вот парковаться еще будет очень неудобно я паркуюсь по хардкору еще ээээ без режима от третьего лица потому что мне он не нравится давайте еще поворотники включим эээ с режимом от третьего лица парковаться слишком просто мы же играем все таки в симулятор как никак вождение а не в какие-то гоночки аркадные и паркуйся всегда с видом от первого лица это гораздо интереснее так как тут заезжать неудобно надо и куда нам надо запарковаться если мы торопимся да мы можем заплатить бабло за автопарковку но это нам не нужно мы сами можем врезаться куда-то так так сейчас надо вспомнить вспомнить как куда куда что крутится когда мы поворачиваемся я уже совсем ничего не помню хорошо но давайте так нет 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 стоп 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 так давайте попробуем аккуратненько так воп Теперь поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем... и вот где-то так давайте вывернемся аккуратненько сейчас хорошо теперь назад 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 все стоп стоп вперед теперь поворачиваем самое сложное это конечно же парковка самое сложное все 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 нет уже 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 прицеп не в ту сторону разворачивается которую мне нужно было чтобы он разворачиваться двигатель неисправлен посетите да станции техобслуживания все мне уже не надо станции техобслуживания все заезжаем заезжаем нет 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 ну почти было близко было очень близко так хорошо попробую вот так вот все приемлемо приемлемо я заработал значит 1500 и неустойка за поврежденный груз а груз я повредил только на 13 процентов ну мне забрали в общем за машину я не платил что ли да короче забрали у меня абсолютно все я даже опыта не получил ха-ха-ха ха-ха-ха это наша штаб-квартира отличный первый такой заезд был это обычный гараж да-да-да гараж нечего тут припарковать поэтому вокруг тут пусто заработав достаточно денег купив свой личный грузовик вы сможете свободно передвигаться по Европе и даже начать свой собственный бизнес вот до момента бизнеса я хочу доиграть это точно хочу нанять себе парочку водителей это вот то что мне было бы интересно ну хорошо удачи спасибо спасибо навыков нету история развития никакая денег у меня 1600 короче я ничего не заработал абсолютно так водитель 1 прибыль 7 дней 0 ровно ноль у нас прибыли ну в целом в целом неплохо относительно неплохо но это у нас уже заняло 20 минут ну я думаю можно на этом первую серию закончить я еще обязательно выложу пару серий пару-тройку серий это первая такая вводная была я тут потренировался ну немного врезался ну с кем не бывает ну кто не врезается правильно ну а дальше мы пойдем поедем возить груза поедем возить груза кредит наверное все таки я не хочу брать я не думаю что я буду на запись много 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 ездить поэтому я лучше поеду так на машинках приноровлюсь немного а потом уже куплю себе машину когда буду хотя бы понимать какую машину стоит покупать какую не стоит вот хорошо ребята всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии а вы не забывайте писать что вы думаете по поводу такого летсплея по этой игре стоит ли делать его как часто стоит его делать пишите обязательно в комментариях и не забывайте ставить лайки если вам интересно смотреть как я гроблю машины расписывайтесь на наш канал и удачи и удачи пока и удачи и удачи